Яковлевский Александр Александрович. Уважаемые коллеги, я хотел бы в первых словах поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяете нашей кафедре. Поблагодарить вас за то, что на протяжении стольких лет вы с нами. Девиз нашей кафедры был и остается «Учим других, учимся сами». И это действительно обмен знаниями, обмен мнениями, обмен практическим опытом. С нашей точки зрения очень важен не только для тех курсантов и интернов, которые приходят на обучение на нашу кафедру, но и для нас, и для всего нашего преподавательского состава. Я хотел бы также выразить слова благодарности от имени всей кафедры Академии, которая поддерживает нас во всех наших начинаниях. И без такой поддержки и внимания, которое уделяет нам администрация нашей Академии, мы, конечно, не смогли продвигать наши идеи, наши новшества. Я хотел бы поблагодарить администрацию клинической больницы Феофания, потому как вот этот симпозиум, БУС и клиническая больница Феофания, это уже две неразделимые такие части. Очень огромная работа проделана и сотрудниками кафедры, и Академии, и администрации больницы Феофания для того, чтобы сделать этот симпозиум комфортным и интересным для вас. Спасибо вам, спасибо, Ирина Александровна, спасибо, Игорь Петрович. Ну и поскольку сейчас этот нынешний симпозиум, он юбилейный, я не могу не сказать и о наших ветеранах, о тех людях, которые стояли в основе становления кафедры, о тех людях, которые сделали этой кафедре имя. И позвольте от имени Академии, от имени всех сотрудников кафедры, от имени больницы Феофании, поприветствовать присутствующего здесь пивчика Дмитрия Тимофеевича, выпускника первого цикла анестезиологии 1957 года. И позвольте от имени кафедры вручить ему памятные часы с логотипом кафедры, чтобы они еще шли лет сто. Я также не могу не сказать добрые слова в адрес Васильева Григория Алексеевича. Григорий Алексеевич, хотя Вы уже на заслуженном отдыхе, но мы всегда помним Вас, любим и помним о том вкладе, который Вы внесли в развитие кафедры. И тоже позвольте Вам презентовать... Ну и конечно человек, которым знают все, на лекции которого ходят с большим удовольствием. Человек, который по рейтингу кафедры, которые мы проводим каждый месяц, занимает ведущие позиции. Это Михаил Владимирович Бондар, несменный наш зауч кафедры. Михаил Владимирович, позвольте. Спасибо большое. И в заключении хочу нам пожелать всем приятного общения, чтобы этот британско-украинский симпозиум стал просто праздником для нас, для всех. Спасибо. Дякую, Олег Анатольевич. А сейчас я с великим удовольствием и приятностью запрошу до слова инициатора проекта, буз президента Украинской медической асоциации в Великобритании, Романа Греха, нашего великого товарища. И действительно, человек, который сделал для того, чтобы эти симпозиумы происходили надзвичайно много. Доброго ранка. Дуже приятно снова быть уже на 10-й конференции. Хочу, это и 9-й буз, но все помните конференцию «Присвященную болью». То есть это юбилей. У нас сегодня много юбилей. Украинцы любят святкувать юбилеи, поэтому юбилеи – это круто. И приятно бачить молодых, приятно бачить поповнение. И я узнал, что буз является популярным анестезиологическим мероприятием в стране в плане конференции. И с чем я вас вітаю. Всегда мы хотим что-то новое признать. И всегда мы хотим каким-то образом выкладывать материал, который вам будет полезным. В ответ есть, что он полезный, и нам это приятно. Я уже не знаю, про что лекции читать, потому что я уже вычитал все, что мог. Поэтому не знаю, насколько я смогу сам поддерживать в плане лекционного дополнения. Но самое важное, что вы и тут, и мы хотим сделать это какомога интереснее для вас. И вы уже видите, насколько программа интенсивная, и поэтому приятной работой всем організаторам и особенно вам. Зі сторони Украинской медической ассоциации я хотел бы сказать официально, что мы полностью поддерживаем реформи, которые проводятся сегодняшним керевництвом МОЗу. Мы официально поддерживаем все гайдлайнди, которые они, включая английский, которые мы лично дополнивали и организовывали. Я думаю, что это прогрессивная команда, хотя мы ее лично не знаем, но все-таки, если бы вы обратили внимание на разные мероприятия, какие они организовываются, шансы есть для лично молодых специалистов. Я хочу это наголосить. Если вы посмотрите интервью, каким чином ведутся, то сигнал уже очень четкий, что організаторные позиции будут открыто проводиться на корпусной основе. И единственное, что молодым специалистам, которые интересуют організаторам, так же, как и клиническая, важно обратить внимание, как эти интервью проводятся. Если вас интересуют, каким образом, пояснения системы проведения интервью и панелей, я с радостью могу с ней поделиться, если это будет интересно, в перерывах или после этого. И также могу, насколько я это понимаю, пояснить мое понимание гайдлайндов и насколько они используются нам в Великобритании. Как вы знаете, большинство гайдлайндов, которые вам предлагают, они будут причинены в Национальном институте Великобритании, так же, как и другими странами, включая американцев. И последнее, что хочу сказать, что через несколько лет, 5, 6, 10 лет, система поменяется в любом случае. Не потому, что Министерство это хочет, не потому, что против всеховцы ничего не хотят, а потому, что так будет. И это подписка не на уровне Киева, а это подписки, которые стоят на документах на уровне Вашингтона, Лондона. Поэтому изменения будут. Хочут они этого или не хотят. И шанс молодых специалистов, зокрема, есть укрепиться от цієї прогнилої советской системы и керувати украинскую медицину в новом русле. И это шанс особо для молодых специалистов, которым мы можем подъединиться и работать. Дякую. Спасибо. Пане Роман. Зараз я хочу запротить до слова, и я думаю, что пане Роман допоможе нам в перекладе, профессора нейрохирурга из Великобритании Кейумар Сашкана. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. И, конечно, я надеюсь, передать материал, который я приготовил, мне очень интересно почути Ваши думки и Ваши дискуссии, которые меня учат. И, конечно, лекции являются только частью общения и разговора, и я очень ждал и надеюсь, что у меня будет шанс поспелковаться с многими из вас присутствующими в коридоре, в период перерыва и в вечеринке. Спасибо за субтитры и надеюсь, что вы увидите много из вас в следующих дней. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо.